Добрый день, с вами Александр Иваницкий. Я представляю вашему вниманию мой цикл «Притчи, меняющие жизнь к лучшему». Предыдущие притчи вы можете посмотреть, пройдя по ссылке внизу. Если вы хотите материально поддержать наш канал для того, чтобы мы создавали больше интересных видео, вы можете перечислить любую сумму по ссылке внизу описания этого видео. Мы будем вам очень благодарны. А сегодня притча «Как определить свой благоприятный день». Однажды ученик спросил учителя. «Учитель, скажи, существует ли день наиболее благоприятный для того, чтобы начинать какое-то новое дело?» «День?» – удивился учитель. «Ну, может быть, день недели или число месяца». «А, день недели?» – кивнул учитель. «Да, конечно. Этот день – среда». И хитро посмотрел на учеников. Те схватили свои тетради и стали записывать, сказанное учителем. «А ты почему не записываешь?» – строго спросил он ученика, который сидел прямо и улыбался, глядя на учителя. «Потому что я знаю, что ты скажешь дальше». «И что же?» – учитель, нахмурившись, поднял руку, и все ученики заняли. Тогда ученик, который не записывал, сказал. «Это также вторник, пятница, суббота, понедельник, четверг и воскресенье». «Ты прав», – сказал учитель. «Только я хотел назвать сначала пятницу, а потом вторник». Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ сказал почти все правильно. А потом один из них спросил. «Учитель, именно такая последовательность?» Учитель внимательно посмотрел на ученика, который дал почти правильный ответ, и сделал ему знак рукой. «Ответь на этот вопрос». И после паузы тот сказал. «Только один день, и этот день сегодня». Человек очень часто находит всякие отговорки, чтобы не делать что-то. И одним из оправданий и является поиск благоприятного дня для того, чтобы начать что-то новое. А с вами был Александр Иванович, и мой цикл «Притчи, меняющая жизнь к лучшему». Если понравилась притча, напишите свой комментарий, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и получайте новые видео. А пока всего хорошего и до скорых встреч!